Продолжение следует... И научимся работать по орфографическому словарю. Давайте вспомним. Ударный звук в словах слышится четко и называется ударным. Реки, горы. Безударный звук слышится нечетко. Моря, но море. Врачи, но врач. Врачи, буквы, которые обозначают звуки, они слышатся нечетко, называются орфограммами. Орфограмма от греческого слова орфос – правильный. Грамма – письмо. То есть написание слов по каким-то любым правилам орфографии. Орфография, ребята, от греческого слова ортос – правильный. И графа пишут. То есть орфография – это наука, которая изучает правила письменной речи. То есть написание слов по-русски говорят правописание. Давайте понаблюдаем за словами. Итак, давайте прочитаем слова. И сделаем вывод. У кошки котята. Кошка. Ударный звук О. Значит, котята пишутся с буквой О. У тигра тигрята. Тигрята. Безударный звук Е или И. Тигр. И. Значит, тигрята пишутся с И. Вот слон. У него слонята. Безударный звук А. Слон. О. Значит, слонята тоже с О. Молодец. Вспомни. Чтобы проверить, какой буквой обозначается безударный гласный звук в словах, надо изменить слово так, чтобы безударный гласный стал ударный. Сова, совы. Молодец. Скажите, пожалуйста, а в таких словах петух, заяц, корова безударный гласный, можем ли мы подобрать проверочные слова? Никак. Для того, чтобы правильно писать слова, существуют орфографические словари. Их очень много, и они разные. Но в каждом учебнике русского языка есть свой маленький словарик. Давайте к нему обратимся. Откройте, пожалуйста, страничку 137. И вы увидите свой маленький орфографический словарь. Но внимание, а как вы будете быстро находить слово? Слова в орфографических словарях живут по алфавиту. Поэтому, чтобы быстро найти слово, нужно вспомнить алфавит. Итак, ребята, для того, чтобы закрепить изученное, выполни самостоятельно, на страничке 70, упражнение 16. Подводим итоги. Сегодня мы с тобой научились подбирать проверочные слова и работать с орфографическим словарем. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, дорогие первоклассники. Тема нашего урока – сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида плюс 5. Итак, давай прочитаем числа каждого ряда. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Числа верхнего ряда чётные или нечётные? Верно, нечётные. Числа нижнего ряда чётные или нечётные? Верно, нечётные. Давай вспомним. Числа, которые заканчиваются 1, 3, 5, 7, 9, называются нечётными. Как получили числа нижнего ряда? Верно, сложив 10. По какому ещё признаку можно распределить данные числа? Верно. Верхний ряд – это числа однозначные, а числа второго ряда – двузначные. Назови наименьшее число в каждом ряду. В верхнем ряде наименьшее число 1. В нижнем ряде число 11. Назови наибольшее число в каждом ряду. В первом ряде число 9. Во втором – 19. Давай подумаем. Посмотри на данные числовые выражения. Как изменяется первое слагаемое? Верно. Оно уменьшается на 1. А что происходит со вторым слагаемым? Верно. Оно увеличивается на 1. А изменится ли сумма? Какое числовое выражение мы с вами ещё не умеем решать? Верно. К 6 прибавить 5. Вот сегодня мы с вами и рассмотрим такие числовые выражения. Итак, я буду работать снова с табличкой и с магнитами. А ты будешь работать со своим счётным материалом. Приготовились. Итак, к 6 прибавить 5. Выложим в верхнем ряду 6 магнитов. Сколько магнитов не хватает до 10? Верно. 4. Выложим 4 магнита. Запишем наши действия. К 6 прибавить 4. Получится 10. Но я знаю, что 5 – это 4 и 1. Поэтому выложу ещё один магнит в нижний ряд. Запишем наши действия. К 10 прибавить 1. Получится 11. Запишем по частям. К 6 прибавить 4, прибавить 1 – получится 11. То есть, к 6 прибавить 5 – получится 11. Решим числовое выражение. К 7 прибавить 5. Выложим в верхнем ряду 7 магнитов. Итак, начнём. К 7 прибавить 5. Сколько магнитов не хватает до 10? Верно. 3. 1, 2, 3. Запишем наши действия. К 7 прибавить 3 – получится 10. Но 5 – это 3 и 2. Поэтому выложим 2 магнита в нижний ряд. Запишем наши действия. К 10 прибавить 2 – получится 12. Верно. Запишем по частям. К 7 прибавить 3, прибавить 2 – получится 12. Верно. Выполним действие таком числом выражения. 8 плюс 5. Выложим 8 магнитов в верхнем ряду. Итак, сколько магнитов не хватает до 10? 2. Выложим 2 магнита. Запишем наши действия. К 8 прибавить 2 – получится 10. 5 – это 2 и 3. Поэтому выложим 3 магнита в нижний ряд. Запишем наши действия. К 10 прибавить 3 – получится 13. То есть, к 8 прибавить 2, прибавить 3 – получится 13. То есть, к 8 прибавить 5 – получится 13. К 7 прибавить 5 – получится 12. Продолжаем наш урок. Откроем учебник на страничке 68. Объясни, как к числу 9 прибавили 5. В верхнем ряду выложили 9 кружочков. Сколько не хватает кружочков до 10? 1. Поэтому к 9 прибавить 1 – получится 10. Но 5 – это у нас 1 и 4. Поэтому к 10 прибавить 4 – получится 14. Найди эти числовые выражения в рамочке. Запомни их и запиши в тетрадь. Чем похожи эти числовые выражения? Верно. Они на сложение. Второе слагаемое равно 5. Сумма каких чисел равна 11? Верно. 6 и 5. Сумма каких чисел равна 13? Верно. 8 и 5. Давай прочитаем числовые выражения по-разному. Первое слагаемое – 9. Второе – 5. Сумма 14. Сумма чисел 8 и 5 равна 13. 7 увеличить на 5 – получится 12. 6 плюс 5 – получится 11. А теперь закрой глаза. Я буду называть числовые выражения, а ты будешь вспоминать ответ. Ты готов? Давай. Первое слагаемое – 8, второе – 5. Верно. 13. Сумма каких чисел равна 14? Верно. 9 и 5. 7 плюс 5. Верно. 12. К 6 прибавить 5. 11. Верно. Молодец. Запомни данное выражение. А теперь поупражняемся. Найди ответы данным числовым выражением. И реши их. Я думаю, у тебя все получится. Проверь. К 7 прибавить 2 и прибавить 5. Получится 14. Верно. К 8 прибавить 5 и отнять 3. Получится 10. К 5 прибавить 3 и прибавить 5. Получится 13. 2 плюс 4 и плюс 5. Получится 11. 3 плюс 5 и плюс 4. Получится 12. Ты молодец. Ты справился. Для того, чтобы закрепить изученный материал, выполни на страничке 68 номер 1 и номер 3 самостоятельно. Сегодня на уроке мы познакомились с сложением однозначных чисел с переходом через десяток вида плюс 5. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»